Это подкаст Сингенты. Здравствуйте, меня зовут Иван Безбородов, я менеджер по цифровому маркетингу, и вы слушаете подкаст Сингенты. Сегодня мы находимся в студии в Воронеже и поговорим об озимой пшенице с маркетинг-менеджером по средствам защиты семян в России Людмилой Трушкиной. Людмила, привет! Иван, привет! Ну, сразу скажу, что наш подкаст доступен на всех подкаст-платформах, размещен на нашем официальном сайте singenta.ru и в социальных сетях. Я вот на Яндекс.Музыке, допустим, его слушаю, а ты? Слушай, а в кастлбокс он будет? Будет. Супер, я на кастлбокс сижу, да. Отлично. А сегодня мы поговорим все-таки про зиму и пшеницу. Вообще, откуда взялась эта так называемая в кавычках мода сеять пшеницу в зиму? Ну, для меня это, по крайней мере, лет, наверное, 15 назад было дико, потому что я родом из Забайкалия, и там, собственно, зимы такие, что ничего сеять нельзя. В зиму, я имею в виду. И я, насколько знаю, ты недавно в Сибири работала, там тоже холодно, и, как бы, никто ничего не сеет. Где у нас зимы это в основном? Ну, давай немножко скорректирую, да. Действительно, в Сибири это так, и в Сибири в основном площади с яровой пшеницей. Мы понимаем, что основной зерновой клин, как бы, да, он приходится там на западную, восточную Сибирь, но, действительно, о зимах там фактически нет. Ну, за исключением лишь некоторых территорий, да, это Алтайский край, это кусочки, там, Омской области, там есть немножко озимой пшеницы, пробуют, тренируются, но, действительно, озимы, ну, не позволяют пшенице, как бы, перезимовать, да, то есть, там идет разрыв корневой системы, да, растения, в принципе, не выживают. И, да, то, что сейчас, вот, как бы, я вижу на юге, в центре, это совсем другая история, то здесь, там, в погоне за урожаями, за год реально собрать по два урожая, и, получается, ну, посев озимой пшеницы, он подразумевает, то есть, посев, там, смотря, опять же, это зависит от региона, то есть, посев может быть как в августе, так и в сентябре, в октябре и позже, даже в ноябре в южной части России растения бывают иногда, успевают даже немножко, там, раскуститься, да, подрасти, но основная цель, как бы, это уйти в зиму, набрать, там, питательных элементов, сахаров, да, как бы, спокойно перенести зиму. Идеальный вариант, когда сверху есть небольшой снежный покров, и тогда растения достаточно мягко переносят в зимний период, сохраняют все, там, питательные элементы, и с весны, когда уже выглядывает солнышко, и становится тепло, и начинается, то есть, активное развитие, то есть, пшеница просыпается также, да, то есть, происходит дальнейшее рост и развитие, там, ухищение, и вот тут, как бы, многое зависит от того, как сложилась осень, да, и как сложилась перезимовка. Ну, действительно, очень такая интересная история, да, в плане того, что за один, по сути, сезон, за один год можно собрать два урожая, да. А три нельзя? Да, слушай, я думаю, и к этому мы придем, да. Ну, интересно на самом деле, потому что, если, условно, там, когда уборка, кстати, идет в зиму? Ну, некоторые уже начинают, ну, как бы, начинают уборку с чмени, да, потом дальше переходят на зиму пшеницу, и снова теми же семенами идут и начинают сеять следующие вырожаи, вот, как бы, такой нон-стоп. То есть, если сейчас, там, я не знаю, в июле, в начале, в конце июня начать уборку, и, то есть, в принципе, это можно уже что-то посеять сразу же, и к ноябрю-то она уже будет ого-го какая? Ну, не совсем так. В общем, есть еще некоторые элементы, там, технологии, которым необходимо, там, почву подготовить, да, опять же, необходимо семена защитить, подготовить, то есть, просто так, там, собрать урожай и сразу, как его, там, вообще, в идеальной картине мира, да, семена их нужно подготовить, да, они должны пройти, там, период покоя, да, после, там, их подработать, почистить, потом перейти уже, там, непосредственно к подбору препарата, да, опять же, понимая, какие вредные объекты есть, какие там вредители есть подобрать хороший препарат ну то есть чтобы работать именно против тех как бы вредных объектов которые присутствуют но что что сейчас происходит в целом да то есть как бы есть некая гонка у сельхозпроизводителей когда то есть есть определенный период когда стоит высокая цена на культуры да и ну неспроста то есть есть там и яровой азимы сев то есть за счет больше там урожайности которые можно на зиму пшеницы получить как бы люди стремятся заработать больше и очень часто встречается такое что севообороты они достаточно однообразные это приводит к тому что идет накопление вредных объектов и в связи с этим то есть необходимо очень тщательно подбирать препараты для защиты семян да ведь семена по сути из маленького семени да получается весь наш урожай весь наш будущий урожай который мы собираем с одного маленького зернышка да и важно вот в тот момент когда она попадает в инородную для себя там опять в почву да где в почве есть патогены есть на семенном материале могут сохраняться вредные объекты и дальше как бы с этим необходимо подумать да как сделать так чтобы и защитить наши семена но при этом не повлиять на их скорость развития да ну что ни для кого не секрет что некоторые химические там препараты для защиты семян они в том числе могут подсадить культуру могут немножко вызвать задержки в росте да там неравномерность сходов а все эти факторы уже в итоге очень могут повлиять на тот урожай который можем собрать и действительно важно думать о том чтобы и эффективность против вредных объектов была соответствующей и чтобы был баланс в том числе не подсадить нашу культуру даже чтобы получить дружные всходы равномерные там нерванный посев и в итоге собрать тот урожай и спланировать таким образом технологию возделывания нашей культуры так чтобы если вы вложились в урожай чтобы действительно тот потенциал который заложен вы его и получили а какие вредные объекты то ты сказала так что туда входит о их целое огромное множество то есть если мы сейчас тут говорим про озимую пшеницу да как у нас тема подкаста прозвучала она зимой пшеницы у нас порядка двадцати трех тире двадцати семи там вредных объектов которые вот наиболее вредоносные да то есть они встречаются некоторые на семенах да там пузыриоз гельминтоспориоз там и так далее да есть в почве то тоже пузыриоз он и в почве встречается да и это уже такой достаточно опасный вредный объект с которым тяжело пободаться да то есть необходимо очень продуманно и тщательно идти с подбором продукта да то есть понимать а какое количество действующие вещества в составе препарата эффективно сработает против конкретного данного вредного объекта проводят фитоэкспертизу семян например да смотрят на энергию прорастания да как бы носит на тот потенциал сорта да опять же можно пойти по пути подбора сорта оптимального можно посмотреть там среднестатистическую историю этого поля и посмотреть ну сколько в целом выпадает осадков да в какие там периоды времени какое количество осадков и уже в связи с этим да спланировать а какая будет глубина заделки семян опять же посмотреть на норму высева это тоже отдельная песня да которая может занять целый отдельный подкаст я думаю про норму высева ну в общем можно корректировать норму высева оптимизировать площадь питания чтобы там масса корней было больше либо там меньше да это от этого будет зависеть продуктивное вкушение в итоге опять же наш результат по урожайности ну хорошо ну вот я знаю что ваша команда ездила весной по регионам в частности по региону юга поделись как там и что как говорится как там на полях то происходит да совершенно действительно мы ездили вот этой весной мы объезжали хозяйство на юге да мы заезжали в старопольский край мои коллеги также были в краснодарском крае и действительно очень такие разные картинки удалось увидеть да абсолютно разные подходы к технологии возделывания то есть я видела поля где там пшеница на орошение да ну по причине там опять же более засушливых условий разные типы почв на которых вырастает пшеница абсолютно разные предшественники ведь на юге там такое обилие ну там всего оборотов есть и сахарная свекла и кукуруза там и ну тлен там все в общем весь по моему спектр культуры которые есть он присутствует вот в южной части россии и в связи с этим действительно нужно продумывать защиту семян да то есть мы смотрели а как как работают наши продукты на этих полях в разных при разных нормах расхода при разных нормах высева ну в общем сведели поля там с большим количеством там высиных семян и понятно что там ниже продуваемость то есть было ощущение что растением тесновато да и вот прям я задавала вопросы представителям хозяйств но связи с чем как бы приняли решение о том что там сохранять достаточно высокую там норму высева да там в пределах там пяти шести миллионов семян на гектар это действительно много потому что когда ты идешь и видишь там первые признаки уже ну болезни по вегетации ты говорит о том что за счет вот этой скучности одну плотности идет больше развития болезни в том числе да и как бы ниже продуваемость но опять же это мы если говорим уже про вегетационный период а у нас немножко тема про защита семян да да как определить в полевых условиях что какие-то патогены есть почве или не нам не почву нужно для этого как минимум надо съездить на поле до агроном который не бывает на поле мне кажется долго не работает в этой профессии возможно да но смотри то есть по идее приходим в поле до берем с собой лопатку ведро воду до от мы выкапываем аккуратно выкапываем растения отмываем корни и смотрим если на растение там потемнение побурение дано там коричневые вот идет на масса корней потом покоричневела да либо вот при корневой части там видно что потемнение ну как бы повреждения это говорит о том что произошло поражение корневой гнилью скажем вот так вот на вскидку на взгляд да ну как бы даже те кто говорят что понимают что это за вредный объект но это не совсем будет точно самый точный анализ покажет действительно только лаборатория но по некоторым визуальным признакам можно определить да что там это похоже на фазариоз либо это пока похоже на гельминтоспориоз то есть вот таким образом во время объездов мы на некоторых полях там где были альтернативные схемы защиты препаратов увидели что там были повреждения гельминтоспориозом по крайней мере похожие на них да и также вот на фазариоз ну то есть это и даже кстати мы еще там нашли вредителей всходов то есть условно тут растения да и у него посередине самый основной вот этот побег до стебель и он был такой пожухлый мы его аккуратненько сорвали разрезали увидели внутри личинку кого как ты думаешь проволочника не угадал нет это была злаковая муха которая до оставила свою как по новым личинку внутри стебля да и что тоже по сути повлияло на основной как бы стебель на который бы принес наибольший урожай ну то есть есть и такие истории когда ну скажем так для того чтобы побороть эту проблему да необходимо брать уже препарат либо готовый инсектофунгицидное решение да ну либо добавлять к фунгициду инсектицы но хотя в этом случае ну не всегда можно избежать там ошибки при смешивании да то есть лучше когда это готовый сбалансированный препарат который может обработал семена и и и все и отдыхаешь до пола до поры до времени отдыхаешь но надо в то же время по крайней мере на первых этапах не теряешь весь потенциал который есть до к норме высева возвращаемся если хозяйство все-таки завышает норму высева то у него полю ну сто процентов должна быть какая-то аргументация какая у них аргументация зачем это делается ну чаще всего как бы даже это скажем так это это не завышение нормы высева это скажем так работа в той норме высева в которой привыкли в которые удобно да но уже сейчас как бы то качество продуктов для защиты семян которые существуют те как бы схемы возделывания да и многочисленные опыты говорят о том что вовсе не обязательно в таком объеме количество семян там на гектар высевать да то есть вполне себе можно там на полмиллиона где-то даже на миллион снижать эту норму высева потому что чего бояться до сельхозпроизводитель не сказал но чаще всего как бы есть опасения что что если посеять меньше что мы не получим тот же урожай да ну по большому счету сейчас вот те продукты которые защищают наши семена они позволяют полностью получить тот он как бы запланированный урожай который хотелось бы и здесь нет смысла до убрать больше количество семян когда можно там чуть-чуть занизить дал растение будет площадь питания чуть-чуть побольше им куда будет доставаться больше влаги сами по себе растения скажем так более крепкие на более здоровые это может в том числе повлиять на коэффициент вкушения но здесь как бы есть нюансы да то есть это в том числе зависит от сорта ну и от погодных условиях тоже никто не отменял но может быть поэтому и происходит сев чтобы побольше чтобы на всякий случай и от погодных условий попытку угадать погодные условия следующего года если говорить про волку да например вот на волге там я знаю что и сейчас там и 2 и 7 и 3 миллиона схожих семян на гектар это как бы нормально да есть территории в центральном черноземье где также там три с половиной и четыре миллиона до в противовес 5 6 уже как бы пробуют уже применяют и как бы абсолютно все довольны до такой технологии на севере также пробую также снижают да сейчас как бы это говорит о том что то тут уровень интенсивности возделывания зимы пшеницы он как бы меняется выходит на новую высоту да то есть те продукты которые начиная от защиты семян и далее там уже гербициды до фунгициды те которые сейчас есть они действительно уже совсем другого уровня и другого действия и чаще всего сейчас хозяйство уже как подходят по принципу профилактических обработок чтобы не дожидаться там пожарные ситуации да а как бы сработать чуть-чуть как бы предвидя развитие событий да и обезопасить себя от лишней суеты и дополнительных выездов на поле но условно говоря в всем производстве есть такой термин как запланированный процент брака и условно для вот для полей он тоже есть и так как новые технологии его позволяют снижать получается ярким примером это становится снижение нормы высел потому что условно остальная технология позволяет по максимуму сохранить то что было посеяно да да действительно речь именно об этом к этому идет технологии и даже это не только тема там озимой пшеницы да как бы но это могла бы быть тем этом другого подкаста когда мы говорим о том что в некоторых хозяйствах сейчас которые вас делают например сою они говорят о том что мы готовы снизить там скажем схему питания растений минеральными удобрениями в пользу применения инокулянта то есть в момент когда защищают семена перед посевом то есть уже абсолютно новые взгляды да и новые подходы к тому что происходит экспертное мнение в общем я могу сказать что вообще как бы для защиты озимой сейчас пшеницы лучше всего использовать ну такие препараты как уже но абсолютно новый на как и говорил вот в линейке компании сингента сейчас это препарат вайбранс интеграл это готовые инсектофунгицидное решение который имеет своем составе прекрасные три фунгицидные компонента которые очень замечательно справляются со всеми там вредными объектами которые наиболее сейчас актуальны даже там при дозировке полтора литра на тонну этого уже достаточно и плюс как бы вайбранс интеграл есть еще я думаю все знают препарат круизер да очень много семян других культур в обработке в этой же имеется на рынке в общем за счет теми таксама мы как бы закрываем вопрос среди лимс хобб ну как бы для тех кто любит в принципе работать препаратами там фунгицидными для защиты семян есть решение это вайбранс трио тоже абсолютно новую продукцию которого также есть такая прекрасная молекула который называется седоксан которая в свою очередь помогает растению усваивать минеральное питание да лучше поглощать корнями влагой минеральное питание да абсолютно правильно вижу ты можешь заняться уже возделанием азимой пшеницы и да кстати хорошо вот если я соберусь возделывать азимую пшеницу собственно что на что мне надо обратить внимание такой знаешь блиц вот для тех кто дослушал нас до конца коротенький вот прям как говорится abcd азимая пшеница хорошо если ты ходишь заниматься зимой пшеницы первое купи семена проверить семена чтобы они были качественные хорошие чтобы у них была там схожесть тоже там не ниже там девяносто двух процентов на что прям такие хорошие хорошие да что при продукции семян был хороший проведи обязательно фитоэкспертизу этих семян подбираем препарат для защиты семян как я уже сказала да это вайбранс интеграл или вайбранс трио чудесные препараты очень много по ним результатов уже мы видели достойный уровень урожайности показывают вот далее подбираешь то есть в целом необходимо подобрать оптимальную как бы технологии возделывания оптимальную для для твоих условий да и как бы понять все таки собрать информацию о том а какие погодные условия да для этого у нас тоже есть еще один инструмент это инструмент называется крупа из благодаря ему можно посмотреть историю полей понятие какое количество осадков бывает в этой территории можно даже подобрать поле специально то есть вот под под конкретной там партию семян да там с определенным препаратом магия магия как она есть даже я бы сказала так современные цифровые технологии но как-то так хорошо но инструкция есть если кто-то ею воспользуется и прямо все сделает дайте нам обязательно обратную связь можно написать к там в агрономическую поддержку тингенты в отцапе в комментариях в телеграме или вконтакте допустим и возможно мы позовем вас к нам в студию и вы подробно расскажете где были какие собственно говоря интересные моменты поделитесь своим опытом одним словом Людмила спасибо тебе большое что ты нашла время встретиться здесь в студии и поделиться своими знаниями наблюдениями с нашими слушателями и я надеюсь что мы с тобой это не последний раз встречались да спасибо большое и вам мне было очень приятно побывать студии да я надеюсь эта информация будет полезной слушайте наши подкасты на всех доступных подкаст платформах в россии и до новых встреч пока пока пока